В декабре 2012 года мы с женой отправились в свое африканское путешествие, включающее посещение Кении и Танзании с островом Занзибар. Добираться пришлось с пересадкой в Стамбуле. Когда снижались, пролетали над проливом Босфор и заливом Золотой Рог. В столице Кении, Найроби, мы поселились в центре, возле садов Джованджи. Все достопримечательности сосредоточены в центре города. По большому счету они не представляют серьезного интереса, ни с архитектурной, ни с исторической точки зрения. Поразило, что Найроби оказался достаточно чистым городом, достаточно много зеленых насаждений. Сначала мы осмотрели базилику святого семейства, принадлежащую римско-католической церкви. Собор был построен в 1904 году. 6 мая 1980 года его посещал Папа Римский Иоанн Павел II. Рядом с ним находится здание городского совета. Оно было построено в 1950-е годы. В левой части здания расположена 50-метровая серая башня с часами. Центром города считается площадь Сити-сквер. К ней примыкает здание Верховного суда. В центре площади находится монумент первому президенту Кении Джома Киньяча. Памятник сотворил британский архитектор Джеймс Батлер в 1973 году. С южной стороны площади находится комплекс здания Международного конференц-центра Киньята. Здание было построено в 1967-м, в 1973-м годах под руководством норвежского архитектора Карла Хенрика Настурика. В 250 метрах оттуда расположен комплекс зданий парламента Кении. На его фоне выделяется высокая башня с часами. На входе в комплекс расположена арка с государственной символикой страны. Основные здания комплекса были построены в 1950-е годы. Рядом с парламентом находится усыпальница Джома Киньяты и парк Ухуру. В нем 12 декабря 1963 года впервые был поднят кенийский флаг, а британское знамя было спущено. Рядом раскинулся англиканский собор всех святых, заложенный в 1917 году. Его строительство закончилось в 1952 году. Вблизи разбит центральный парк. Там возвышается Ньяйо Мемориал. Его построили в 1988 году ознаменование 25-летия независимости Кении и 10-летие правления президента Мои. Главные достопримечательности кенийской столицы находятся на юго-западе от города в окрестностях района Лангата. Первым делом мы посетили приют слонят Дэвид Шелдрик Вайлдлайн. Мы успели застать момент кормления молоком из огромных бутылок маленьких слонят. Еще полчаса мы любовались симпатичными животными и слушали лекцию одного из сотрудников приюта, а его подопечных, об их происхождении. Зрелище наблюдало около 40 восторженных туристов. Всеслужащие были одеты в широкополые шляпы, резиновые сапоги и зеленые халаты. Это придавало им слегка нелепый вид. Неподалеку от слонов щипала травку, не обращая внимания на туристов, одинокая косуля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По окончании кормления все слонята отправились в саванну, вероятно, к месту своего постоянного обитания. На ферме также можно посмотреть на бородавочников. Некоторые из них ели пищу, находясь на коленях. Далее мы поехали проселочными дорогами возле шикарных и ухоженных вилл богатых горожан в жираф-центр Лангата. Он находится в 15 километрах на юго-запад от центра Найроби. Был основан в 1979 году Джоком Лесли Мелвиллом, внуком шотландского графа и его женой Бетти. Там содержится несколько жирафов Ротшильда, Баринго. Эти жирафы заметно отличаются от других представителей своего вида. На головах у них по пять рогов, а ноги от копыт до колен совершенно белые. Создается впечатление, будто эти жирафы носят стильные белоснежные чулки. По подсчетам специалистов, на планете осталось всего лишь около 700 таких животных. Жирафы названы по имени зоолога Уолтера Ротшильда, сына печально известного банкира барона Натана Ротшильда, обнаружившего и первым вписавшего новый вид жирафов в начале 20 века во время исследовательской экспедиции по Кении, Уганде и Судану. Удивительно, но оказывается не все Ротшильды были мерзалцами, ростовщиками и международными военными преступниками. В шутку, этих жирафов порой так и называют – миллиардеры. Там можно кормить и гладить этих удивительных животных. Их еда, похожая на собачий корм и имеет светло-коричневый цвет. Она насыпана в специальных ведерках, приделанных к парапету астакады, с которой производится кормление. Их еда, похожая на собачий кормление. Их еда, похожая на собачьи. Затем мы посетили крокодиловую ферму Mamba Village. Она находится в трех километрах севернее жираф-центра на площади в 30 акров. На ферме живут около 70 низких крокодилов. Mamba на суахиле означает крокодил. Это самые большие из трех видов крокодилов, обитающих в Африке, и вторые по величине в мире после гребнистого крокодила. Их размер составляет от 4 до 5 метров. Они считаются людоедами. В древние времена эти чудовища являлись предметом страха и поклонения. Например, в Древнем Египте жители поклонялись богу Сабеку, которого изображали в виде человека с крокодилей головой. Он олицетворял власть фараона. В Каирском музее в 2007 году мы видели мумии древних низких крокодилов. Взрослые особи пытаются в основном рыбой, но они способны съесть практически любое животное, пришедшее на водопой, за исключением взрослых слонов и бегемотов. Низкий крокодил представляет опасность для людей. В 2005 году в Уганде был пойман злодей, который, по утверждению местных жителей, съел за 20 лет 83 человека. В 2006 году в Ботсване жертвой низкого крокодила стал профессор медицины Вашингтонского университета Ричард Рут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Всяґüfай за мёртвы Ґпиывет !!! Субтитры создавал DimaTorzok Это тарел inaccurate Мальчена owan Да Игbek Пидых Universitas В центре фермы находится озеро, имеющее форму африканского континента. На берегах имеются таблички с названиями стран, соответствующих данному месту. На одной из лужаек гид показал нам траву, которая резко сворачивает свои стебельки после прикосновения. Обойдя вокруг озера, мы покормили зеленой травкой одинокого дружелюбного жирафа, подверглись неуверенному нападению со стороны вальяжных египетских гусей. Рано утром 7 декабря мы выехали из Найроби на сафари в национальный парк Амбасели. Вскоре мы уже мчались на юго-восток стороны по трассе Найроби-Мамбаса на белом микроавтобусе Тойота. По пути мы делали остановку в каком-то кемпинге, где можно было купить сувениры и попить чай. Там стояло еще несколько микроавтобусов с иностранными туристами, а за оградок участвовалась группа местных подростков с интересом разглядывавшая белых иноземцев. Мы остановились в жирописном месте, называющемся Амбаселеса Палодж. Он находится в 270 километрах от Найроби, в нескольких километрах восточнее парка Амбасели, у подножья горы Килиманджаро. Все номера построены в виде небольших коттеджей, оформленных в типичном африканском стиле. Наша бунгало имела номер 23. Субтитры создавал DimaTorzok Территория лоджия оказалась достаточно обширной и зеленой, с баром и рестораном, примерно 25-метровым бассейном, который имел свой собственный бар, и магазином сувениров. Возле каждой вымощенной камнем тропинки находились подробные указатели, кое-кде висели таблички с запретом кормления живыми. На восточной стороне лоджия мы дошли до так называемого бара Хемингуэй, где он якобы писал один из своих рассказов. Под ним в гроте имеется смотровая площадка. С нее открывается симпатичный вид на саванну и на горы, раскинувшиеся на горизонте. Площадь парка Амбасели составляет 392 квадратных километров. Он был основан в 1948 году. С языка Масаев, коренных жителей этой области, Амбасели переводится как «соленая быта». На его территории обитает более 80 видов млекобитающих и 400 видов птиц. Там живет очень большая популяция слонов, насчитывающая 900 штук. Такое количество не встречается ни в одном другом из национальных парков страны. В 16.00 мы выехали на вечерний геймдрайв, но не успели отъехать и километры, как начался сильный дождь. Наконец, в глубине зарослей акации мы увидели нескольких ютящихся под деревьями зебр. Вскоре нашему зору пристали несколько газелей Гранта. Они занесены в международную красную книгу. На конец километров через пять мы встретили длинную колонну слонов, вальяжно шествующих поперек дороги. Мы катались на своем микроавтобусе около трех часов по саванне. Помимо зебр слонов и газелей Гранта видели стада антилоп Гну, газелей Томпсона, антилоп, импала, вегемота, грузного седавшего в большой луже, жирафов, мартышек и бабуинов, которых наш водитель Айсек называл смешным для русского человека именем «бабунки». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok